Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучать сложные места Священного Писания. К трудным местам Священного Писания относится текст из Евангелия от Матфея, 1 глава, 21 стих. Здесь сказано «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». И здесь неизбежно возникает вопрос, а все ли Свои для Господа. Может быть, Он действительно пришел в этот мир спасти только людей Своих от грехов их, и Его подвиг крестный распространяется, может быть, только на избранников. Еврейский народ очень гордился тем, что Господь рукою крепкой, мышцей простертой, вывел их из египетского рабства. Но Господь смирял их через Своих пророков. Так у пророка Амоса, 9 глава, 7 стих, мы находим следующие слова. «Не таковы ли, как сыны Ифиаплян и вы, то есть израилетяне, для меня, сыны Израилевы?» – говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кавтора и арамлян из Кира?» Оказывается, Господь промышляет о многих и многих народах, и Он не делает разницы существенной между ими. «Да, был исход еврейского народа из Египта, но была и забота Господа об эфиаплянах. Господь вывел филистимлян из Кавтора и арамлян из Кира. Бог одинаково хорошо относится ко всем племенам, языкам, живущим на земле». В еврейском народе был древний такой медраж о том, что когда евреи прошли сквозь Черное море, а египтяне потонули, через некоторое время Моисей увидел мертвых египтян, как они всплыли, и их прибило к берегу. И он стал от радости прыгать, хлопать в ладоши, и в этот момент он услышал голос Бога, который устыдил его. И Господь сказал, «Маше, Маше, что ты радуешься? Это дети мои потонули». И Моисею стало стыдно. Бог промышляет о всех племенах, языках и народах. Свои для Него – это все. И когда мы читаем с вами книгу Откровения, 7 глава, 10 стих, то здесь мы находим такие слова. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». В белых одеждах – это значит спасенные и оправданные. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Здесь мы видим, что действительно христианская сатериология не знает межнациональных границ. «Здесь спасенные в белоснежных одеждах из всех колен, племен, народов и языков их такое количество, которого никто не мог перечесть». Для Господа все свои. И Он умер на кресте за каждого человека, который когда-либо жил на земле, начиная от первого человека – Адама. Он умер из-за всех тех, которые живут на этой планете. Теперь, в начале XXI века, Он умер из-за тех, которые родятся в этот мир после нас, будут жить, если только, конечно, Господь продолжит существование мира. И Священное Писание не оставляет для нас никакого сомнения, что все свои для Бога. И когда Он призывает гибнущие народы и племена к себе, Он говорит, «Придите ко Мне все!» Все – это значит и я, и ты, и наши соседи, и наши знакомые, и вообще все люди, живущие на земле. Но спасенными оказываются только те, которые отвечают на этот призыв согласием. И, ответив согласием на этот призыв, они крестятся в Святой Церкви, присоединяются к сообществу Христа и идут путем вечного спасения. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Продолжение следует...